Всем привет! Меня зовут Стася Грик. Сегодня мы поговорим о обезболивании при депиляции. Первое, о чем бы я хотела сказать, это таблетки. Их можно пить до депиляции за 20 минут. Какие таблетки? Ну, каждый клиент выбирает свои таблетки. Я, например, предпочитаю немесил, но на мне он хорошо работает. Если есть у вас какие-то любимые таблетки, странно, конечно, звучит, но если есть таблетки, которые вам помогают при большом спектре болей, тогда пейте их за 20 минут до депиляции. Следующее, как можно обезболивать, это лидокаин в спрее. Он не сильно замораживает, он не сильно обезболивает, к тому же он усложняет работу мастеру. Он имеет масляничную такую основу масляную. Очень сложно наносить сахар, потому что он скользит. Проскальзывает и поры забиваются, работать очень тяжело. К тому же не очень сильно действует, поэтому я не рекомендую лидокаин в спрее. Особенно на зонах, где повышенная потливость, это нежелательно, очень тяжело работать. Действие его скорее более ярко выражено, когда уже удаляется волос, остается открытый фолликул и вот туда попадает лидокаин, тогда он немножко замораживает. Ну а до депиляции я не скажу, что это какой-то сильный эффект. Следующее, что можно использовать, это мазь Эмла. Ее вы наносите за час до процедуры, обертываете это место в полиэтилен, пищевую пленку, и приходите с этой пленкой и с мазью к мастеру. Замораживает, да, неплохо работает, но все равно болевые ощущения, конечно, остаются. И опять-таки не рекомендую, Эмла очень сильно забивает поры, по ней очень сильно скользит сахар, и если сверху можно протереть чем-то, ну, стереть не чем-то, а средством перед депиляцией, все равно поры в глубине, они не вытрутся, то есть желательно не использовать. Следующее, что стоит учесть, это длина волоса. Если будет правильная длина, то болевые ощущения будут не такие сильные. Для сахара нам необходима длина от 2 мм до 8 мм максимум. Если длина будет больше, то клиенту будет очень больно. Будет волос тянуться, даже если вы будете работать самой мягкой пастой, все равно будет некое натяжение, если волос очень длинный. Если волос короткие, не такие сильные ощущения болевые, поэтому рекомендую не отращивать сильно длинные волосы. Если воск, то в принципе там длина не имеет никакого значения особо, от 8 мм и больше можно отращивать. Но опять-таки 2 см это тоже не стоит. Если ваш клиент никогда не делал депиляцию, то говорите о том, что пусть сбривает и отращивать необходимую длину. С 5 см волосом приходить не стоит к мастеру. Это затрудняет работу. И вы будете в 2 раза дольше работать, и в 2 раза болезненные боли ощущения. И вы в 2 раза, а то и больше израсходуете своих материалов. И последнее, что можно применить, это обезболивающие техники. Если вы работаете с сахаром, вы наносите сахар, делаете отрыв и резко прикладываете к месту, где вы сделали отрыв, левую руку. Тогда чуть-чуть снижаются болевые ощущения. Следующее, что можно сделать, чуть-чуть потереть место, которое вы сейчас планируете депилировать, либо сильно нажать и отпустить, и резко делать нанесение и отрыв. И последнее, что можно сделать, это договариваться с клиентом, что отрыв будет делаться на выдохе. То есть она вдыхает, вы наносите, она выдыхает и резкий отрыв. Тогда тоже будет попроще клиенту. Ну, пожалуй, это все, о чем я хотела рассказать. Если будут у вас какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите интересующие вас темы. Всем до новых встреч!